Добрый день дорогие друзья, с вами программа политотдел, ну а с программой политотдел Алексей Валерьевич Журавко, народный депутат Украины двух созывов, омбудсмен по защите прав инвалидов, сам являющийся инвалидом детства первой группы, но человек, который многим здоровым людям даст фору, потому что такого стержня, как у Журавка, нет больше, наверное, ни у кого, у меня так тем более. Алексей Валерьевич, приветствую. Приветствую тебя. Ну и разговор у нас пойдет сегодня такими параллелями, сравнениями, вот мы заходим в выборы, уже в сами дни выборов, не один, а целых три дня будут выборов. И что я смотрю, происходит вокруг России, даже не внутри, а вокруг России, собирают каких-то горлопанов, этим горлопанам дают методические указания, как правильно сорвать избирательный процесс в эти дни выборов на избирательных участках, как не признавать выборы. Мало этого, вчера собирается Европейский парламент и голосует о непризнании, как незаконных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Можно, конечно, отмахнуться и сказать, придурки, идите вы лесом, вот туда, куда ты только что до эфира посылал одних нехороших людей, да, и мы плевать хотели на ваше решение. Но, с другой стороны, это же наши соседи, нам же с ними потом газом торговать, спасать их, если зимой им будет страшно и холодно, они вот берут нам и фигвамы рисуют. Объясни, пожалуйста, как реагировать большой, великой России на вот этот собачий лай всех этих шавок? Ну, давай будем так говорить. Во-первых, это прямое вмешательство в суверенное государство России. Это раз. Это обозначает двойные стандарты. Второе. Нужно необходимо зафиксировать этот факт полностью, для того, чтобы в будущем можно было чем-то вооружиться и нанести контр-удар. Второе. Не обращать внимания на то, что, как ты сказал, всякие там шабаки, табаки лаят, да. Караван идет, собаки лаят. Это второе. Третье. Считаю, что Россия может пойти в контрнаступление. Еще выборы не прошли, а их уже не признают, как говорится, недействительными. Ну, так же самое на сегодняшний день, с 2014 года. Можно официально в Государственной Думе принять постановление и задним числом всю власть, которая на Украине присутствует в 2014 году, считать недействительной. И все выборы, которые проходили, не есть действительными. И признать Российской Федерацией государственный переворот и прекратить взаимодействие. Либо какие? Со страной, как Украина. Следующее. Я, как украинский политик, не имею права вмешиваться в избирательный процесс Российской Федерации. Но, как человек и как политик украинский, я могу сказать, не ошибитесь с выбором. Прежде чем за кого-то голосуйте, думайте головой. Уже одни подумали. Только не головой, а задницей в Украине. И с 2014 года льется кровь, война на Донбассе, разруха. И мы видим процветающий фашизм на Украине. Поэтому всегда надо правильно думать, чтобы не повторить ошибку своих соседей. Но и запомнить, что любое вмешательство со стороны внешних стран приводит к такому печальному факту, как в Украине. Трагедия, можно назвать. Это там американцы присутствовали, либералы так называемые, демократы, навязывание чужой истории. Соединенные Штаты Америки умеют поучать жить. Вот мы и получили. Поэтому в данный момент я считаю, что все те провокаторы, которые в Российской Федерации работают, НКО и всякое отребие, которое пытается сорвать выборы, они являются вне закона. И те же самые террористы, власовцы, они должны быть арестованы и ликвидированы, как я называю, от общества. Не в прямом смысле, а от общества. Либо дурка, пожизненная дурдом, либо тюрьма пожизненная. Но для того, чтобы они просто так не портили воздух там, их надо отправить на добрые дела. В шахты, восстанавливать Донбасс. Вот это будет правильно. Алексей Валерьевич, информационные террористы, по моему мнению, они ведь в разы опаснее, чем террористы реальные. Вот братья эти Ахтемовы, которых запугиванием, всякими маленькими денежками заставили совершить террористический акт, подорвать газопровод. Вот они реальные террористы, но они маленькие, противные и такие вот, ну, никчемные террористы. А вот серьезные террористы, большие, взрослые, Мустафа Джамилев, его вот эта вот клика вся, мы сейчас именно о Меджилисе, запрещенном в России, говорим. Ведь они же день за днем, год за годом окучивают, вспахивают мозги огромному количеству людей. Во-первых, на Запад вещают о том, что в Крыму несчастных татар обижают. Во-вторых, внутри Украины чего-то там требуют и настаивают. А в-третьих, пытаются сбить с толку почти 200 тысяч крымских татар, которые не уехали с Чубаровым и Джамилевым и нормально живут с российским гражданством на территории полуострова. Так вот, с этими информационными террористами, что делать, как с ними бороться, ну, я, честно говоря, не совсем понимаю, когда они находятся далеко от России. А когда я вижу внутри России, сегодня один мне такой крендель звонил и начал там по поводу Фороса говорить. Полгода назад этот человек мне предлагал большие деньги, чтобы я поучаствовал как фронтмен в раскачивании ситуации вокруг Форосского парка. Деньги есть, адвокаты есть, все есть. Потом вдруг оказалось, что денег нету, но работает этот человек и интервью регулярно дает Крымреалиям, то есть радиосвобода. И не видит в этом ничего особенного. Он сидит в Крыму, он общественник-патриот и говорит, я горжусь тем, что я постоянно комментирую Крымреалиям все. И рассказываю, как у нас тут наши власти плохо себя ведут. То есть человек работает на вражескую помойку и разгоняет антироссийскую волну, сидя в Крыму. И этот человек говорит, а ты не смей лезть в Форос, не смей заниматься этими вопросами, это, мол, не твое. И даже мысли не возникает, что те деньги, которые он получал или которые ему обещали, это деньги Игоря Валерьевича Коломойского, у которого Россия отобрала и вернула себе этот самый санаторий в Форос. Дело в том, что, понимаешь, давай будем говорить так. Если мы со стороны либеральной точки подходим, зрения, и со стороны как бы демократических очень показаться, то различий терроризма нет. И за любой терроризм можно всегда прощать и найти отмазку. Давай возьмем Израиль. Информационный терроризм в Израиле карается строго законом. Информационный терроризм. А это и есть подрыв сегодня. Сегодняшней существующей власти и ситуации, которые происходят на территории Крейма или на России. То есть жизнеспособность. Назовем так. Что приравнивается к жизни. Ведь влияют на ум? Влияют. Теперь давай возьмем террорист. Террорист, который вторую сторону медали имеет. Это тот, который уничтожает на сегодняшний день коммуникации для жизни. Газовые трубы, нефтяные трубы, электроснабжение, кабеля, телефоны. Потом ретрансляторы. И так далее, и так далее. Плюс к этому добавляется этот террорист, который сегодня убивает людей. То есть подкладывает бомбы, взрывает больницы и так далее. Вот для меня, как для человека, не существует террорист лояльный или нелояльный. Вот назовем именно так почему. Для меня это все террористы номер один. Вот именно такого характера. Потому что они призывают общественность к взрывной ситуации. Потом, значит, общественность обманывают. Ложь прискают. После чего конфликт происходит и может кровь пролиться. А там сразу бомба взрывается. И кровь прольется. Эффект один и тот же сам. Только это замедленного действия процесс терроризма. А этот, второй момент. Это сразу взорвалась бомба. Вместе с террористом. Маджахед раз и взорвался. Так вот, в Израиле эти люди уничтожаются. А те люди, которые информационный терроризм проводят к своему населению, они садятся на поживание. Но и в Израиле есть спецгруппы, которые достают где хочешь, где хочешь. Хочешь на Луне достанут. И его там просто-напросто кончат. И на этом все закончится. Или он, сердечный приступ у него случился. Или по нечаянии, если камушек упал. Или кто-то его пристрелил. Или он в драке подрался, ему кто-то трубой по голове дал. И он даже, если живой остался, но он птичкам дули тыкает через окно. Вот эту надо политику проводить. Уже хватит над ними баловаться. Алексей Валерьевич, то есть, вот каждый потенциальный террорист, даже не действующий, а даже потенциальный, должен понимать, наказание за террор, не, как оно называется, то есть, вот, не обратимо. Оно придет в любом случае, сегодня, через неделю, через месяц, но оно неотвратимо произойдет, и ему кирдык. А теперь давай посмотрим. ПСБ раскрыла спецоперацию, которую проводила Украина на территории Крыма. То есть, на территории Российской Федерации. Но уже надо принимать конструктивное решение. Не надо простых людей убивать там на Украине. Надо просто-напросто прощаться, как я называю, с теми людьми, которые потворствуют этим действиям. Только так можно выйти с этой ситуации. И если сегодня на Украине стали понимать, что возмездие придет, и нельзя ляпать языком все, что хочешь, и делать все, что хочешь, поверь мне, уже бы давным-давно они задумались, и не делали бы этого. Что касается... Можно провокационный вопрос? Вот смотри, Российская Федерация, прежде чем предпринять жесткие именно военные такие вот ракетные действия, говорит, господа, мы знаем, и это подтверждается вот рядом документов, что Главное управление разведки Украины организовало и диверсионные центры, в которых учат тех же крымских татар, там еще у кого-то, готовят террористов для заброски на территорию Российской Федерации. Мы очень вас просим, душевно просим, дорогие украинские коллеги, ликвидируйте все эти центры, времени вам 35 минут. Через 35 минут, если вы нам не ответите, что центры ликвидированы с инструкторами, там со всеми, и не разъехались по домам, то на 36-ю минуту туда прилетит ракета «Калибр», еще какая-то, еще какая-то. Мы уничтожим на территории Украины все центры, где готовят террористов, которые несут угрозу Российской Федерации и ее гражданам. Может быть, вот так поступить в конце концов? Слушай, понимаешь, видно, еще не созрел момент, когда к этому надо подходить. Вообще-то, если правильно адекватному человеку и адекватному государству, это уже последняя дубинка. А все то, что я рассказал ниже, это происходит не в телеэфире. И никто не должен знать, как это, что происходит. Вот так случилось, и все. Поэтому в данный момент, понимаешь, ведь правильно в народе говорят, хочешь убить человека, ты его убей, но не разговаривай, долго. Угрожаешь, значит, ты балабол. Это мое личное мнение. Но у меня безвыходность, потому что как бы я вот такой, и на сегодняшний день я не имею права здесь голоса, решающих моментов не имею. Если была такая возможность, чтобы я решал этот вопрос, я с тобой бы не разговаривал. Я человек делал, я привык работать и так далее. И для меня лучше грамотное, полезное действие, чем, допустим, разговаривать. Ну вот, если касается этого момента. Так, культурно ответим. Алексей Валерьевич, я прошу прощения, буду перебивать, много вопросов у меня, а времени у нас не так много. Вот смотри, грамотные, толковые люди из той же твоей партии, в которой ты состоял и был дважды депутатом от нее, абсолютно спокойно, по умолчанию, точно так же говорили о благих делах для страны. Наша задача делать добрые дела. Я с Николаем Янычем очень люблю разговаривать. Он рассказывал мне, как он еще в 2002 году китайский опыт начал внедрять и что из этого получилось. Как в 10-м они вернулись к власти и к 12-му сколько успели всего сделать. А в это время горлопаны, которые, ну вот как Навальный, Волков, там все остальные в России, которые тяжелее своего органа детородного ничего в руках не держали и собачьей будки не сделали. Вот они на Украине яценюки, все эти клички и тягнебоки бегали и кричали. А люди у нас, вот воспитанные на старых сказках, да, по щучьему велению, по моему хотению, вот хочу, чтобы хоп, и все сразу стало хорошо. А эти твари понимают, что человека можно провести на Микини. Можно ему просто рассказывать, что вот мы придем к власти и не важно как, вам это не интересно, щелкнет, как щука этим самым хвостом по пруду и все будет хорошо. И люди повелись. А в это время Азаров, Журавка, Оленик, другие хорошие люди работали за сучив рукава, делали шаг за шагом, потихоньку, медленно улучшали жизнь. А людям этого не хотелось. Вот сегодня российская власть, она лучше подготовилась к этим вызовам, чем партия регионов в 12-13 году? Ну, конечно, ей было на чем учиться. Это Украина. Для России урок большой это Белоруссия. И, понимаешь, жалко, что у нас не применяют такую тактику, что лучше учиться на истории и на том, что происходило, и лучшее извлекать и добавлять лучшее. Только тогда можно избежать войны, конфликтов и так далее. А на сегодняшний день почему-то все многие учатся на ошибках. Когда сам себе лоб разобьет, а потом страдаешь, истекаешь кровью и медленно и уверенно и мучительно либо выходишь здоровым с этой, будем говорить, боли, болезни и так далее, либо ты в ней погибаешь. То есть, это, конечно, для меня страшно. Я, как человек, привык все время учиться на чужих ошибках и смотреть в историю. Не на своих ошибках, а на чужих. Тогда организм назовем так, как страна борется. Но, увы, понимаешь, сказку, вот ты привел пример по щучьему велению, по моему ходению, там, про золотую рыбку можно рассказать, многие такие сказки привести. Но сказки писались не для того, чтобы ты в прямом смысле понимал хлоп, и у тебя дом, хлоп, и у тебя кто-то что-то принес. Или на золотом блюдечке с окоемочкой тебе принесли покушать, а потом еще в рот положили, переживали и дали съесть. Но так этого не бывает. Сказки писались, чтобы различать, что такое добро, а что такое, будем говорить, бесплатный сыр в мышеловке, и чем это все заканчивается. А на Украину перевернули эти все сказки и создали условия, что человек поверил, он ничего не будет делать, а у него он в Европу вступит, кофе бесплатно европейское будет, венскую оперу смотреть будет, туалеты он не будет мыть, и денежки будут капать, бабушкам будет попы старенькие мыть, зарплату будет большую получать. А то, что у меня там творится, да и бог с ним пусть и нагорит. Я деньги перечислю все, а то, что эти деньги потом украдут у населения, он же об этом не думает. Вот и все. Поэтому, как бы, понимаешь, все в извращенной форме преподнеслось, народ Украины так это воспринял. Но нельзя думать, что весь народ Украины тупой, неадекватный и все остальное. Просто, как тебе сказать, если и дальше будет Россия и Белоруссия это терпеть, издевательство, да, над русскими, над своими книгами, над своей историей, над своей памятью и победой Великой Отечественной войной, над прошлым, какое бы оно ни было, кровавое, некровавое, счастливое, радостное, это закончится плохо, потому что уже 8 лет прошло. И как бы мы не хотели в том аспекте, как сегодня прогрессовываются на Украине и как забиваются бошки такими сказками ливандосовскими, как я называю оттуда, проевропейскими засовываются в голову, народ меняется, Украина отдаляется, а те, которые якобы сегодня были за Россией, даже если сегодня молча, они обозливаются, потому что одни разговоры идут, одни разговоры, одно балабольство идет, они готовы может выступить, но кто им поможет, понимаешь, я сегодня в открытую честно говорю, война неизбежна, все там смеются с меня, да что ты, ты дебил и все остальное, война идет, просто она по-тихому идет, и кажется, вроде бы ее сливают, а на самом деле во всем направлении идет война, как информационная террористическая война, как внутренняя в России с помощью этих дегенератов, дебилов, не понимающих, что такое эволюция и что должно все идти эволюционным путем, но война идет, а на самом деле еще и реальная с использованием СБУ, с использованием телевидения, с использованием карателей уже сегодня, мы это наблюдаем, просто чем дальше мы оттягиваем эту ситуацию и отпускаем, тем больше будет проблем у вас в России, да и у меня по большому счету, как украинца, живущим здесь, будут проблемы, и не дай бог придут эти маргиналы, не понимающие жизни и реальных проблем, и которые угрозы есть над Россией, у меня эти проблемы будут, я просто уверен в этом. Алексей Валерьевич, ну вот два есть таких, извини за выражение, черноротых, Жириновский и Журавка, оба на букву уже фамилии начинаются, которые говорят, над ними посмеиваются, а потом проходит время и то, о чем они говорили, начинает сбываться, предупреждают, говорят, ни в коем случае нельзя вот этого делать, потому что будет именно вот так, вон он тогда Порошенко в глаза говорил, да, что по тысяче долларов будет тысяча кубов газа, не верили, хихикали, все хихикали, ты постоянно говоришь по поводу Донбасса, что будет завтра, послезавтра, объясняешь, почему неизбежны эти кризисы, конфликты, и что от Зеленского нифига уже не зависит, что зависит от тех, кому напрямую дают команды американцы, а эти люди, они, им плевать и на украинских солдат, и на деток, и женщин Донбасса, на все плевать, потому что их, либо как вот этих двух братьев Ахтемовых держат за гениталии, да, и в шаг право, шаг влево расстрел, а это значит, что украинские генералы, полковники и майоры в любой момент могут, наплевав на приказы Зеленского или даже начальников своих больших армейских, могут устроить любую провокацию на Донбассе, начать какие-то жесткие боевые действия, опять там какие-то крупнокалиберные батареи, исчезли, ОБСЕшники их не нашли в месте постоянной дислокации, это значит, они где-то уже в спальных районах с той стороны стоят и нацелены на города и объекты инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. Вот объясни, как тебе видится ситуация, и понятно, что мы не можем знать, когда точно где произойдет провокация, но как тебе вообще видится суть провокационной вот этой АТО ООС? Понимаешь, давай от исходного 2014 год, я быстро, коротко расскажу, заметь, в Киеве все произошло, перекинулось в Одессу, в Косушенченковской, а потом Донбасс, вроде то маленький очаг, но прошел год, в марте месяце война, грубо получилось, теперь в сегодняшнее время, 2021 год, которые сегодня против России и Донбасса настроены, стало больше, и ненависть растет, значит, что получается, зло поглощает добро, зло, когда поглощает добро, ему надо как-то выходить, это я так грубо сказал, примитивно, и мы получаем все больше и больше со стороны Украины негативных, но поверь мне, не дремлет Украина, если где-то в войсках полный бред и сумасшедшее, сумасшествие происходит, да, там не одевают, там с оружием не могут пользоваться, там стреляют друг друга, там самоубийство, самострелы, наркоманы и так далее, то есть отдельные, нормальные, выученные, мобилизированные отряды, назовем так, но я не военный, те, которые сегодня в состоянии сделать что-то, и их больше становится, нельзя, врага недооценивать, поэтому в данный момент, это как пример, то, что зазовой трубой произошло в Крыму, то, что в Донбассе недавно там вырезали людей или застрелили и так далее, на блокпостах и так далее, диверсии, они происходят, хотим мы не хотим, Украина идет вперед, но она идет вперед на проведение диверсионных спецдействий, и неизвестно, где это может вылезти, это может быть и в Донецке вылезти, и в Крыму, есть спящие ячейки в Крыму, просто с ними борются, ваши спецструктуры борются, да, силовики, это в Донбассе, это может быть и в Ростове, это может быть и в Москве, ты понимаешь, что страна, она уже Украина названа террористом, во главе государства, СБУ, МВД и всех остальных силовых органов, присутствует система терроризма, одни меньше, другие больше, да, полиция сегодня терроризирует народ за Советский Союз, те, которые с эмблемами арестовывают, это тот же самый терроризм, да, а за швастику, там, где террористы жили, и убивали полицаи, мирных граждан, их никто не арестовывает, это подходит террористов, СБУ, которая проводит карательные действия на территории Украины, неугодных зачищают, вылавливают на границе людей, которые пересекают Крым, границу, давлением своим и превращают в его пособников, и проводят свои злобные действия по отношению к Крымчанам, так же самое на Басе, поэтому тут жестко нужно принимать действия, поэтому чем дальше мы, повторюсь, затягиваем эту ситуацию, тем оно быстрее выстрелит, насколько оно у них будет эффективно, никто не знает, но я лично знаю, обкидываются они, очень будет больно, я понимаю, что тогда может и крови пролиться больше, но зачем затягивать себе петлю, типа как Великую Отечественную войну, немцы дошли до самой Москвы, а здесь совсем другая ситуация, здесь технологии позволяют, люди позволяют, и так далее, можно не дотягивать эту ситуацию, и снять оковы с той же самой Украины, и хорошо поработать, для того, чтобы зачистить все это отребие, ведь, понимаешь, я-то понимаю сегодня Бутина, я понимаю сегодня власть российскую, ведь, если разобраться во всех взаимоотношениях, отношениях внутри, отношениях здесь, России невыгодно, я повторюсь, резать на куски Украину, и я здесь с этим согласен, но и там кричат, давайте разделим эту Украину, это уже крайний случай, а если есть возможность спасти и потом использовать, грубо говоря, как альтернативное действие, газовые трубы, отремонтировать ее, но при другом правительстве, при других людях, которые с головой отремонтировать ее, вложить деньги, иметь страховочную нету, ведь мы же не застрахованы, что у Европы и у Америки в голове, на каждом метре трубы никто не поставит охранника, давай будем говорить, война продолжается, ну какая-то подводная лодка подплывет, бабах и все, ну давай честно говорить, ведь они же сегодня как подводная лодка торпеды пускают в сторону Украину, выборы недействительные, Навального освободите, а у вас деспот президент, это те же самые, только это информационные бомбочки, а подожди, надо же еще посмотреть, с чем Жириновским согласен, с тем, что коалиция антироссия уже фактически сформирована, и границы ее видны, а вот будет самое страшное, когда наполняемость будет вот этой коалиции против России, мы все помним Гитлера, 34 год, но никто ж не думал, придя во власть, что Гитлер так быстро оденет армию, так быстро вооружит, никто не думал, что союзники европейские начнут поставки оружия, металла, и все остальное, да Иосиф Сталин не думал, что на него нападут, и отправлял в Германию и зерно, и золото, и какие-то бартеры шли, ну, это до войны, ну, никто не думал, никто, не и нет, а видишь, коалицию сформировали, натаскали Гитлера, как говорится, всем необходимым, и он бабахнул, не предупредил Советский Союз, ничего, и бабахнул, так же самое здесь, только там время одно, а здесь другое, только, извини, пожалуйста, раньше компьютеров не было, все по проводам, и шло длинно, длинно, тук-тук-тук-тук-тук-тук, стучалочкой отбивали, как я называю, и отправляли телеграмму, да, а сейчас это элементарно, телеграмка приходит по интернету, файлик исчез, человек прочитал, и начинает колобродить здесь воду, как НКО, и начинает буяни, и проявление власть, и так далее, так в формате Украины это то же самое происходит, просто раньше Украина была в составе Советского Союза, и как бы никто УУ не давал ей куда-то идти, да, и сразу вычищали этих коллаборантов, да, а сейчас некому там, нормальный, активный народ, который не хочет войны, который знает, что русский это брат, который, у которого семейные узы тесно свернут, он выезжает, даже молодежь, та, которая хочет учиться, работать, получать нормальное образование, оно фактически уезжает, получает в Польше то же самое образование и работает, но не воюет, заметь, а тупые воюют, вот тебе и все, и на эти вещи нужно обращать внимание. Алексей Валерьевич, ну, давай вернемся к дню завтрашнему и ближайшему еще дам дням. Народ России стоит перед серьезным выбором. Мы голосуем за кого бы то ни было, делаем осознанный выбор, или мы считаем, что эти выборы ничего не значат, кто-то успокоился, а, все равно Единая Россия победит, я за нее и голосовать не пойду, потому что и так наши выиграют. Кто-то говорит, не пойду на выборы, потому что это буржуйские процедуры, я в них не участвую, кто-то еще по какой-то причине, но ведь потом, через несколько дней после выборов, когда депутаты рассядутся по местам, эти же люди, которые не ходят на выборы, выйдут и скажут, власть ты мне должна, власть ты должна принять такой закон, такой закон, защитить меня. Вот скажи, пожалуйста, как дважды депутат народной Украины, мажоритарщик причем, как почетный гражданин города Церюбинска, от которого ты избирался, имею ли я право, если я на выборы не хожу, потом подходить к городскому или какому-нибудь там совету и требовать от депутатов, за которых я и против которых я не голосовал, чтобы они мне сделали приятно. Ну, если быть по совести, конечно, не имеешь права, ты не ходил на выборы, значит, ты не участвовал в жизни государства, значит, ты фактически положил, как ты говоришь, болт Петровского на воротник кое-кому, конечно, не имеют права, а если ты ходил на выборы и проголосовал сердцем и проголосовал за переход эволюционным подходом к жизни и для того, чтобы твоё государство голосовало, ты имеешь право это. Это вот моё личное мнение. А человек, который сегодня чувствует себя и ему всё время кажется, мне всё время все обязаны, но мне лично с этим человеком не по пути. Ну, а перемены, если я, как гражданин и человек, я хочу в своей жизни перемен, но если я буду сидеть ровно на попе, не искать дополнительный заработок, не шевелить мозгами, то перемены у кого-то наступят, у меня они не наступят. Вот что это за порода выведена каких-то инфантилов, которые сидят и мы ждём перемен, то есть мы не делаем для себя лично, для своего города, для своей страны перемены, а мы сидим и ждём, как нам товарищ Цой в песне спел, мы поверили буквально, что надо сидеть и ждать перемен. В лучшем случае пойти шины попалить. Слушай, ну в данный момент именно с таких инфантилов всё и начинается, как ты сказал, и этим воспользуются НКОшники, воспользуется всякое три безрубежное, поэтому это пища для них, сладкий кусочек. Для того, чтобы этого не было, государство должно работать и проводить профилактические действия, как это было в Советском Союзе, против таких, кто не хочет работать, кто не хочет учиться, кто не хочет в данный момент что-то созидать. В этом всё. Конечно, я не имею в виду домохозяйку, которая говорит, да, я не хочу работать, но я работаю на огороде, я выращиваю курочку, я выращиваю то, выношу на рынок. Это своего рода работа, тут, конечно, ничего ты не скажешь, она самозанятый человек, да, а тот, который, извини за выражение, байдыки бьёт, получает кого-то, как надо жить, но ничего не делает и приносит раскол в обществу, но от него просто надо сбавляться, отправлять на принудительные работы, вот и всё. Ну что ж, заканчивая эфир, хочу сказать, что хотите перемен, дорогие друзья, действуйте, начинайте эти перемены, начинайте их в собственной жизни, потом, если поймёте, что осилили, способны и готовы помочь с переменами другим людям и всей стране, идите во власть, становитесь депутатами, становитесь чиновниками, сейчас вот у нас конкурсы лидер России проводятся, то есть, хочешь перемен, действуй, широкая столбовая дорога перед каждым из нас. Ну, надеюсь, люди грамотные, все всё поймут и будут эти перемены делать своими руками и мозгами. Алексей Валерьевич, тебе же желаю крепчайшего здоровья, оставаться на боевом посту и, как информационный воин, ты заткнёшь за пояс, ну, пару дивизий воинов, которые на поле боя сражаются. Спасибо тебе и до встречи. Спасибо за вседание. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был нашим собеседником в этом выпуске программы. В конце эфира напомню, что одежда ведущему предоставлена сетью магазинов Блокпост. Приобретайте там одежду для охоты, рыбалки, выездом на природу и дачу, ну и с Блокпост надёжно и выгодно. Промокод застава20 даёт нашим зрителям скидку в 20%. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok